здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут наталья и сегодня я хочу предоставить вам мастер-класс по вязанию вот этого платья для моего платья по длине 36 35 сантиметров 35 с половиной вот весит 170 грамм использованы были нитки двух цветов голубые и белые я использовал мерсеризированный хлопок вот голубые основные и такие же такого же качества белые крючок я взяла 2 25 сантиметров миллиметров извините и ножницы нитки здесь 50 грамм в 50 граммов 160 извините 170 метров вот 50 грамм 170 метров они очень мягкие такие нежные нитки вот ну а сейчас давайте приступим к вывязать к вязанию этого платья начнем вязание нашего платья мы с горловины для этого мы набираем цепочку из воздушных петель по длине равную 43 44 сантиметра набираем цепочку удобным для вас способом вот я набрала цепочку из воздушных петель меряем немножко тяну ее потому что пряжа тянется поэтому немножко натягиваю вот так чтобы было видно мне получилось 44 сантиметра сорок три с половиной даже я набрала 43 с половиной сантиметра этого будет достаточно и теперь будем вязать первый ряд весь первый ряд мы провязываем столбиками без накида пропускаем одну петельку от от крючка вот и во вторую петельку заводим крючок провязываем столбик без накида и так провязываем всю цепочку столбиками без накида в каждую петельку столбик без накида я довязала цепочку из воздушных петель столбиками без столбиками без накида переворачиваю цепочку на другую сторону делаю 3 воздушные петли подъема и вяжу второй ряд столбиками с одним накидом то есть каждую петельку мы провязываем столбик с одним накидом так провязываем весь второй ряд встретимся с вами в конце ряда довязали второй ряд переворачиваем вязание на лицевую сторону провязываем три воздушные петли подъема это у нас будет как кромочная мы ее не считаем это первый столбиком будет идти как кромочная моего не считаем далее мы будем делать прибавки прибавки будем делать в каждую четвертую петельку предыдущего ряда но и весь ряд мы будем провязывать столбиками без накида извините столбиками с одним накидом то есть вот три воздушные петли далее следующую петельку провязываем столбик с одним накидом раз во вторую столбик с одним накидом 2 и в третью столбик с одним накидом 3 четвертую петельку мы провязываем два столбика с одним накидом 1 и 2 сделали прибавку далее опять провязываем один столбик с одним накидом 2 столбика с одним накидом следующую петельку в третью третий столбик с одним накидом и в четвертую два столбика с одним накидом то есть в каждую четвертую петельку предыдущего ряда мы делаем прибавку и так провязываем до конца ряда 1 2 3 четвертую прибавку довязываем ряд самостоятельно я довязала последнюю прибавку в третьем ряду и считаю сколько петель у меня еще осталось вот считаем у меня осталось раз два три 4 петля и 4 петли 5 кромочная кромочная мы не считаем ее провязываем отдельно то есть у меня осталось как раз три петли что провязать столбики с одним накидом и от и четвертая петля чтобы сделать прибавку раз два три и в четвертую делаю прибавку если у вас осталось 5 петель то вы прибавку не делайте просто провязываете 5 петель без всяких прибавок чтобы как раз следующем ряду они будут считаться за прибавку вот я провязала прибавку и теперь в третью воздушную петлю подъем провязываю кромочный столбик все провязали переворачиваем вязание на другую сторону вяжем четвертый ряд начинаем с 3 петель подъема далее будем вязать также столбиками с одним накидом делать прибавки но уже в каждую пятую петлю предыдущего ряда то есть провязываем 4 столбика с одним накидом в каждую петельку раз два три четыре провязали и в пятую провязываем два столбика с одним накидом делаем прибавку раз два провязали опять провязываем 4 столбика с одним накидом в каждую петельку предыдущего ряда 2 3 4 и в пятую провязываем 2 столбика с одним накидом 1 2 и так довязываем до конца ряда я отвязала 4 ряд переворачиваю на другую сторону начинаю пятый ряд с на с цепочки из 3 воздушных петель далее провязываем 5 столбиков с одним накидом в каждую петельку предыдущего ряда и в шестую будем делать прибавку раз два три четыре пять в шестую петельку провязываем 2 столбика с одним накидом далее опять провязываем 5 столбиков с одним накидом 1 2 в каждую петельку 1 столбик 3 4 5 провязали шестую провязываем 2 столбика с одним накидом 1 2 и так провязываем до конца ряда я довязала 5 ряд теперь мы соединяем наше вязание в круг 3 петля подъема вот в нее оставляем крючок и делаем соединительный столбик соединили начинаем 6 ряд с 3 воздушных петель подъема далее также делаем прибавки только теперь через каждые 6 столбиков с одним накидом провязываем 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 6 6 столбиков провязали в седьмой делаем прибавку в седьмую петельку делаем прибавку провязываем 2 столбика 1 и 2 и так далее до конца ряда 1 2 3 4 5 6 в седьмом прибавка 7 петельки и так далее вяжем самостоятельно до конца ряда я почти довязала шестой ряд вот аккуратненько расправила на столе то что у нас получилось чтобы соединить правильно чтобы не перепутать вот мне осталось я провязала с последние шесть столбиков с одним накидом дальше у меня должна быть прибавка но у меня осталось 2 петли 1 который должна делаться прибавка и 2 кромочная но сейчас у нас кромочный нет потому что мы вяжем по кругу поэтому мы прибавку делать не будем а провязываем обе петли столбиками без на изменить столбиком с одним накидом в каждую петельку вот два столбика с одним накидом провязали и теперь делаем соединительный столбик в третью петлю подъема все соединили и и начинаем следующий седьмой ряд 3 воздушные петли далее мы вяжем 7 столбиков с одним накидом и в восьмом столбике делаем прибавку провязываем 1 вот петелька 1 над первым столбиком у нас первая петелька первый столбик 2 столбик 3 4 5 6 7 7 и 8 петелька делаем прибавку провязываем в эту петельку 2 столбика с одним накидом провязали далее опять 7 столбиков с одним накидом в каждую петельку 2 1 2 3 4 5 6 7 и 8 делаем прибавку провязываем 2 столбика с одним накидом и так провязываем весь седьмой ряд встретимся в конце ряда я почти закончила седьмой ряд осталась последняя петелька до этого я провязала 7 столбиков с одним накидом и в последнюю петельку делаю прибавку 2 столбика с одним накидом заканчиваю ряд соединительным столбиком в третью воздушную петлю подъема в начале ряда восьмой ряд 3 воздушные петлю подъема далее провязываем 8 столбиков с одним накидом и в девятый делаем прибавку 1 2 3 4 4 5 6 7 8 и в девятый прибавка 2 столбика в одну петлю 1 2 итак продолжаем вязать весь ряд 8 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 7 8 и в девятый два столбика с одним накидом продолжайте вязать ряд самостоятельно я довязала 8 ряд и теперь нам нужно посчитать сколько нас петель получилось по окружности я уже посчитал у меня получилось 221 петля делим на 4 сейчас мы будем отделять рукава поэтому делим на 4 221 не делится делится 220 на 4 это по 55 и одну петлю я прибавляю на спинку потому что почему сейчас объясню на спинке у нас должно быть четное количество петель потому что у нас идет здесь пуговка идет серединка и мы должны отсчитывать петельки от серединки в обе стороны нечетное количество естественно нас поровну не разделится поэтому здесь всегда должно быть четное количество если у вас получилось одна петля лишнее то вы ее прибавляете на спинку если две петли лишних получаются прибавлять на спинку и наперед вот если у вас получается все поровну то есть и получается нечетное количество петель то заберите одну петельку спереда и посчитайте ее назад то есть на сзади на спинке будет на одну петельку больше чтобы там было именно к четное количество вот если у меня бы получилось 220 петель по 55 то здесь бы я 56 на спинке набрала а впереди уже 54 соответственно было бы петелек и вот считаем теперь нужно разделить на четыре части поэтому вот от этой петельки я считаю справа отсчитываю 28 петель отсчитала в 28 приколола маркер теперь эта петелька считается 1 тоже отсчитываю 28 петель теперь в левую сторону это один и далее считаю 2 3 4 5 и так далее до 28 в 28 тоже прикрепляю маркер все здесь у нас 56 петель включая маркеры далее рукава то есть вот с правой стороны идем ну кому как удобно я иду вправо отправы 1 от 1 маркера я отсчитываю тоже 55 петель 55 петель отчитала в 55 вставила маркер далее спинка получается опять от второго маркера отсчитываю 55 петель 3 маркер вставляю в 55 и далее второй рукав также 55 петель посчитайте здесь получится 55 петель между маркерами у вас остается вот это у меня остается у вас как вы сколько петель вы там набрали вот все разделили все на рукава и на спинку и наперед будем теперь вязать дальше будем отделять рукава делаем 3 воздушных петли подъема и провязываем 28 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 но и так далее 28 пока не дойдем до первого маркера зала 27 столбиков с одним накидом дошла до маркера маркер это у нас 28 петля снимаю маркер и в эту петельку в 28 провязываю 2 столбика с одним накидом 1 2 провязала далее делаю цепочку из 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 опять накид на крючок ищем следующий маркер 2 снимаю и в эту петельку завожу крючок только с лицевой стороны вот с лицевой завожу крючок и провязываю 2 столбика с одним накидом далее вяжу столбики с одним накидом в каждую петельку до следующего маркера я довязала до следующего маркера снимаю провязываю в эту петельку 2 столбика с одним накидом 1 2 набираю цепочку из воздушных петель 5 из 5 воздушных петель 3 4 5 еще следующий маркер делаю накид на крючок вставляю крючок в ту петельку где маркер ну чтобы не потерять снимаем маркер вставляю с и с лицевой стороны с лицевой крючок заводим захватываем ниточку пройти и провязываем столбик с одним накидом и сюда же еще один столбик с одним накидом провязали и теперь вяжем столбиками с одним накидом до конца ряда в каждую петельку я довязала этот ряд заканчивая его соединительным столбиком в третью петлю подъема в начале ряда все это был девятый ряд мы его за довязали 9 рядов вот у меня получилось 9 рядов 6 сантиметров то есть мы отделили рукава и вот получается 6 сантиметров далее следующий 10 ряд 3 воздушные петли подъема и также весь ряд провязываем столбиками без извините столбиками с одним накидом без всяких прибавок каждую петельку столбик с одним накидом я довязала столбиками с одним накидом до первой цепочки и в цепочку мы провязываем сюда тоже столбики с одним накидом в каждую петельку по одному столбику 1 2 2 3 4 и последние 5 провязали цепочку 5 столбиками с одним накидом и переходим на основной ряд также провязываем столбики с одним накидом в каждую петельку и так далее вяжем до второй цепочки если вы цепочку связали очень мелко то есть у вас маленькие петельки и вы не можете туда просунуть крючок чтобы провязать вам тяжело вы можете просто 5 столбиков с одним накидом провязать под цепочку не все а мы продолжаем вязать 10 ряд до следующей цепочки я довязываем столбиками с одним накидом в каждую петельку 1 столбик то есть 5 столбиков ну и далее продолжаем ряд до конца в конце делаем соединительный столбик в третью петлю подъема я довязала 10 ряд 11 12 13 ряд мы вяжем столбиками с одним накидом каждую петельку делаем 3 воздушные петли подъема и далее по кругу в каждую петельку 1 столбик с одним накидом так три ряда 11 12 и 13 встретимся с вами в конце 13 ряда я довязала 13 рядов мере у нас получилось 9 сантиметров теперь мы будем начинать вязать юбку юбку мы начинаем вязать с 3 воздушных петель петель подъема 1 2 3 пропускаем одну петельку предыдущего ряда и во вторую вяжем 2 столбика с одним накидом 1 2 провязали теперь провязываем 2 воздушных петли и сюда же еще два столбика с одним накидом далее опять пропускаем одну петельку с предыдущего ряда во вторую провязываем 1 столбик с одним накидом 2 воздушные петли и сюда же еще два столбика с одним накидом далее опять пропускаем одну петельку опять провязываем во вторую провязываем столбик с одним накидом пропускаем одну петельку во вторую провязываем 2 столбика с одним накидом 2 воздушные петли и сюда же еще два столбика с одним накидом и так провязываем весь ряд встретимся в конце ряда я довязала почти до конца 14 ряд у меня осталось 2 петельки я провязала столбик с одним накидом и здесь начале ряда у нас тоже столбик с одним накидом и 2 петельки осталось если у вас осталось также то все равно вот во вторую петельку мы провязываем 2 столбика с одним накидом между ними две воздушные петли и еще два столбика с одним накидом провязали делаем соединительный столбик в третью петельку подъема чтобы у нас такой полноценный столбик был пятнадцатый ряд 3 воздушные петли подъема сюда же мы провязываем еще один столбик с одним накидом теперь вот под цепочкой из 2 воздушных петель мы провязываем 3 столбика с одним накидом 2 воздушные петли и еще сюда же 3 столбика с одним накидом провязали далее у нас идет по рисунку предыдущего ряда столбик с одним накидом вот сюда вот эту петельку мы провязываем 2 столбика с одним накидом провязали далее под цепочку из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с одним накидом 2 воздушные петли и сюда же еще 3 столбика с одним накидом далее опять предыдущем ряду смотрим где у нас столбик с одним накидом отдельный под эту петельку провязываем 2 столбика с одним накидом далее под цепочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда провязываем 3 столбика с одним накидом 2 воздушные петли и сюда же 3 столбика с одним накидом и так провязываем весь 15 ряд я довязала 15 ряд закончила его соединительным столбиком в третью петлю подъема далее 16 ряд 3 воздушные петли подъема следующую петельку столбик с одним накидом далее под цепочку из 2 воздушных петель предыдущего ряда провязываем 4 столбика с одним накидом 2 3 4 2 воздушные петли и еще 4 столбика под эти же 2 воздушные петли предыдущего ряда 4 столбика с одним накидом провязали далее у нас идут два столбика с одним накидом предыдущем ряду вот мы над каждым столбиком провязываем также столбики с одним накидом 1 и над вторым 2 провязали далее опять у нас цепочка веерочек и между ними цепочка из 2 воздушных петель под нее мы провязываем 4 столбика с одним накидом 4 столбика 3 4 2 воздушные петли и опять сюда же 4 столбика с одним накидом далее опять смотрим по рисунку предыдущего ряда где у нас два столбика провязанных с одним накидом и над каждым столбиком также провязываем по одному столбику 1 и над вторым 2 на 2 и ручка под две воздушные петли провязываем 4 столбика с одним накидом 2 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом итак мы провязываем все остальные ряды до той длины которые вам надо не довязывая вот дотви длины три сантиметра то есть вот я буду вязать платье длиной 35 сантиметров начиная вот от плеча 35 сантиметров у меня должно быть длина платья от плеча и до края я буду вязать сейчас вот пока у меня не будет 32 сантиметра то есть от плеча и до краю у меня должно быть 32 сантиметра вот как 32 сантиметра будет на этом пока я останавливаюсь и как я довяжу до этого момента мы с вами снова встретимся я довязала платье почти до 32 сантиметров вот начинаю мерить вот отсюда от плеча где вот у нас заканчивается и до самого длинного почти 32 там из пару миллиметров далее я заканчиваю вязать голубой ниткой перехожу на белую обрезаю голубую нитку далее я буду вязать белой ниточку я голубой обрезала делаю узелочек затягиваю кончик потом буду прятать а сейчас перехожу на белые нитки белые вот где мы закончили и от этого еще первый веерок вот и вот отсюда я и начну вязать захватываю ниточку протягиваю и потом через одну закрепляю двумя закрепить лучше потом хвостик убрать и далее набираю цепочку из 3 воздушных петель 1 2 3 сюда же под эту цепочку провязываю еще два столбика с одним с одним накидом извините 3 столбика с одним накидом 1 2 3 вместе с петлями подъем у нас получилось 4 столбика далее 3 воздушные петли и сюда же мы провязываем еще четыре столбика с одним накидом 1 2 3 4 провязали далее вяжем цепочку из 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 ищем следующий веер делаем накид на крючок и провязываем в цепочку между столбиками под цепочку между столбиками провязываем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 провязали далее 3 воздушные петли и опять сюда же еще 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 далее цепочка из 5 воздушных петель 3 4 5 и далее опять в следующий веер под цепочку из 2 воздушных петель мы провязываем 4 столбика с одним накидом 3 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом и так далее мы провязываем до конца ряда я довязала первый ряд белой пряжи теперь вот довязала последний веер и мне осталось еще набрать цепочку из 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и соединить ее вот в 3 3 петлю подъема начале ряда мы соединяем соединительным столбиком соединили далее следующий ряд следующий ряд мы должны начать тоже вот отсюда мы должны продвинуться немножко вперед продвигаемся соединительными столбиками под каждую петельку вот под петельку первую соединительный от первую соединительный столбик под вторую соединительный столбик и под сам цепочку тоже соединительный столбик и теперь здесь 3 воздушные петли подъема при далее 3 столбика с одним накидом 1 2 3 то есть вместе с петлями подъема 4 столбика 3 воздушные петли и опять три столбика с одним накидом 1 2 3 извините 4 столбика с одним накидом 4 столбика веер связали далее у нас идет цепочка из 5 воздушных петель мы сейчас набираем 3 воздушные петли и провязываем столбик без накида под цепочку провязываем столбик без накида провязали опять 3 воздушные петли и опять у нас идет дальше веер веер и вот под эти под эту цепочку опять провязываем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 3 воздушные петли и опять сюда же 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 далее у нас идет опять 5 воздушных петель поэтому мы набираем 3 под эту цепочку провязываем столбик без накида опять 3 воздушные петли и далее опять веер провязываем также 4 столбика с одним накидом 3 воздушные петли 4 столбика с одним накидом так провязываем весь ряд я заканчиваю второй ряд провязываю последнюю цепочку из трех воздушных петель и делаю соединительный столбик в третью петлю подъема далее продвигаюсь вперед соединительными столбиками в каждую петельку 1 2 3 под цепочку тоже соединительный столбик 3 воздушные петли подъема для третьего ряда сюда же мы еще провязываем 3 столбика с одним накидом 3 воздушные петли и 4 столбика с одним накидом то есть вывязываем веер как и в предыдущих рядах 2 3 4 далее набираем цепочку из 5 воздушных петель 3 4 5 набрали далее мы будем присоединять эту цепочку вот сюда соединением предыдущих двух цепочек только не за петельку а вот за эти ниточки за сам столбик то есть вот и вот ниточка вот за них мы будем присоединять берем вставляем крючок обратно в петельку теперь ниточки захватываем и провязываем столбик без накида провязали 5 воздушных петель 3 4 5 и опять провязываем веер как и в предыдущих рядах 4 столбика с одним накидом 3 воздушные петли еще 4 столбика с одним накидом веер мы будем провязывать всегда одинаково далее мы также провязываем цепочки из 5 воздушных петель цепочку соединяем ее также как и здесь сюда соединяем провязываем еще 5 воздушных петель провязываем веер и так далее до конца ряда я довязала практически третий ряд последняя цепочка делаю соединительный столбик в третью петлю подъема соединили далее продвигаемся опять вперед соединительными столбиками по цепочку опять провязываем 3 воздушные петли подъема 3 столбика с одним накидом 2 3 3 воздушные петли еще 4 столбика с одним накидом то есть середину веера провязываем снова веер 3 4 далее у нас идет цепочка из 5 воздушных петель теперь будем обвязывать ее столбик полустолбиками с накидом под цепочку мы провязываем 9 столбиков 9 полустолбиков с накидом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 провязываем далее у нас идет вторая цепочка под нее мы также провязываем 9 полустолбиков с накидом 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 полустолбиков далее веер вывязываем по новой также как и в предыдущих рядах 4 столбика с одним накидом 3 воздушные петли 4 столбика с одним накидом и далее опять идем провязываем цепочку 9 столбиков 9 полустолбиков с накидом следующую цепочку тоже 9 полустолбиков с накидом и далее опять веер и так провязываем до конца ряда я довязала четвертый ряд практически остался соединительный столбик в третью петлю подъема провязать все четвертый ряд у нас закончен нам белые ниточки больше не нужны мы их обрезаем закрепляем дальше опять берем голубые ниточки и сюда вот где мы закончили вот у нас как бы идет соединение вот этой цепочки в вязаной и веера здесь есть промежуток вот сюда мы прикрепляем синенькую ниточку закрепили провязываем 3 воздушные петли теперь накид на крючок в середину веера под цепочку провязываем столбик с одним накидом 3 воздушные петли и провязываем пико над этим столбиком вставляем крючок вот сюда и сюда провязываем столбик без накида у нас получается пико сюда же под эту же арочку провязываем второй столбик с одним накидом опять 3 воздушные петли столбик без накидом далее третий столбик с одним накидом 3 воздушные петли опять провязываем пико и 4 столбик с одним накидом 3 воздушные петли и тоже провязываем пико чтобы вот последнее пико более-менее было красивую так не вытягивалась мы его немножко закрепим провяжем столбик без накида вот за последний столбик вот у нас последний столбик мы провязали 4 над которым пико вот мы за него заводим крючок и провязываем столбик без накида все и у нас пико будет закреплено далее 3 воздушные петли дальше опять смотрим где у нас соединяется веер и цепочка обвязанная вот здесь у нас промежуток вот между веером и цепочкой сюда мы провязываем столбик без накида провязали далее провязываем цепочку вот эту мы здесь делали 9 столбиков без накида также провязываем столбики без накида в каждую петельку 1 2 3 4 5 6 7 8 8 и 9 у нас получается мы провязываем под соединение вот здесь вот вот он 9 9 петелька она идет тут у нас соединяется цепочки вот мы не в петельку а под петельку заводим крючок и провязываем еще один столбик без накида провязали далее у нас вот здесь мы соединяли цепочки и сюда же соединяли далее еще одну цепочку вот опять сюда в это соединение мы заводим крючок и провязываем соединительный столбик провязали далее продолжаем провязывать всю цепочку столбик без накида 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 провязываем под под петельку между цепочкой и веером вот сюда провязываем 9 столбик без накида провязали петельку чуть чуть подлиннее оставили теперь у нас вот здесь вот цепочка вот мопико делали далее у нас цепочка и далее мы тоже провязывали столбик вот без накида между веером и цепочкой обязаны вот вот она эта петелька над этим столбиком сюда мы заводим крючок вот еще раз покажу вот веер вот обвязанная цепочка и вот здесь мы промежуток провязывали столбик вот петелька над этим столбиком мы сюда заводим крючок хватаем эту петельку и сюда протаскиваем и далее набираем цепочку из 3 воздушных петель 1 2 3 накид на крючок дальше у нас идет веер в середину веера под цепочку провязываем 4 столбика с одним накидом вязали 4 столбика спико закрепляем последнее пико столбиком без накида за как бы за последний столбик зацепляем 3 воздушные петли далее промежуток между цепочкой и веером вставляем сюда крючок провязываем столбик без накида провязали далее провязываем 2 столбика без накида по цепочке 1 2 провязали чуть-чуть вытянули цепочку возвращаемся предыдущему вот такому рисунку здесь отсчитываем вот с левой стороны отсчитываем третью петельку вот 1 2 3 вставляем нее крючок ставили хватаем эту ниточку которая оставили протягиваем через петельку вставляем крючок в следующую петельку по белой цепочке и провязываем столбик без накида далее продолжаем эту цепочку довязывать столбиками без накида провязываем до соединения двух цепочек провязываем столбик без накида под петельку провязали далее здесь мы присоединяли можно сказать три цепочки и вот в это соединение мы сейчас и опять будем присоединяться вставляем крючок и провязываем столбик соединительный столбик провязали далее дальше у нас идет вторая цепочка вот здесь она начинается провязываем столбик без накида и так всю цепочку провязываем столбиками без накида в каждую петельку столбик без накида провязали всю цепочку дошли до соединения веера и цепочки провязываем под петельку столбик без накида провязали оставили петельку возвращаемся к нашему вееру ищем вот здесь столбик без накида который мы тоже провязывали между веером и цепочкой вот он столбик над ним петелька вставляем крючок в петельку захватываем ниточку протягиваем через эту петельку 3 воздушные петли далее снова веер в середку под цепочку провязываем 4 столбика с одним накидом с пико пико из 3 воздушных петель провязываем и так далее рисунок у нас повторяется кому непонятно посмотрите сначала тут все не так сложно 4 столбика с пико над веером далее цепочка из 3 воздушных петель далее столбик без накида в соединение между веером или цепочкой обвязанной под под соединение далее 2 столбика без накида по цепочки провязываем потом соединяем его вот с этим рисунком в 3 столбик здесь 2 здесь 3 провязываем соединяем в 3 и далее сразу присоединяемся тоже к третьему провязываем 3 столбик далее по цепочке до провязываем до соединения двух цепочек здесь вот петельку провязываем столбик без накида потом соединительный столбиков вот сюда где мы присоединяли все четыре цепочки наших сюда соединительный столбик и далее опять по цепочке столбики без накида далее между веером и цепочкой столбик без накида и соединяем его с другим веером соединили 3 воздушные петли и опять 4 столбика с пико и так провязываем до конца ряда встретимся в конце ряда я почти довязала вот голубыми нитками наш ряд сейчас покажу как вязать концовку вот последнее соединение и осталось мне последнее вот цепочку провязать провязываю также столбиками без накида 5 5 столбиков без накида 1 2 3 4 5 провязали далее нам нужно соединить с первым рисунком отпускаю ниточку здесь отсчитываю третью третью петельку вставляю крючок захватываю ниточку протягиваю и и далее вяжу опять столбики без накида в следующую петельку раз и в следующую тоже столбик без накида и в третью тоже столбик без накида провязали 4 нас было 9 вот и провязали далее у нас вот здесь идет цепочку мы начинали ряд с цепочки из воздушных петель здесь мы ее присоединяли вот сейчас мы сюда присоединяемся столбиком соединительным столбиком присоединились теперь оставляем опять ниточку и нам нужно соединить вот этот два веера последних 1 последний веер нужно соединить вот столбик без накида между веером и цепочкой вот над ним петелька вставляем крючок подхватываем ниточку протягиваем все и делаем соединительный столбик и обрезаем ниточку все мы с вязали это все потом отгладиться расправиться ниточки прячем так у нас получается такой край ажурный вот такой ажурный край у нас получился я смирила у меня получилось если считать по самому длинному краю по пико 36 с половиной 37 сантиметров если считать вот досю вот между соединениями то 35 с половиной сантиметров 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 сантиметров